Тельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конце расклада я возьму карту совета для вас. Что вам высшие силы подсказывает? Как себя вести? Как остерегаться? Может какие-то предупреждения для вас? Давайте посмотрим первая карта на начало месяца для вас. Карта восьмерка мечей. Восьмерка мечей показывает, что вы заходите, входите в этот месяц с каким-то переживанием, с каким-то боли, когда вы горите изнутри. Вы думаете, что нет решения какой-то ситуации, каких-то проблем. Может это касается в отношении, что происходят, какие-то перемены. Но вы думаете, что эта ситуация не разрешается. Хотя я хочу сказать, здесь есть возможность решить вашу проблему и ситуацию, или какие-то перемены. Самое главное, посмотреть вокруг вас, открыть глаза, дать себе возможность и понять, что в жизни все бывает. Но решение всегда найдется. Давайте посмотрим следующая карта. Это что касается, это тройка жезлов. Вы ставите в начале месяца перед выбором. Может выбор уйти из отношений, или может быть уйти от работы. Но мужчина и женщина, хочу сказать вам, что этот выбор только от вас зависит. Вам придется этот выбор. Самое главное, не сомневаться, что нет никакого решения. Берете свою ситуацию в руках, свою проблему и все-таки делайте этот выбор. Давайте посмотрим следующая карта. На начало это карта суда. Может быть для некоторых это будет касаться выбора, каких-то документов, каких-то повторений ситуации. Здесь как-то показывает, что сгореть дотла и возобновиться заново, как птица феникса. Потерять какие-то ситуации из ваших руках. И опять восстанавливать себя. Вы заходите в начале месяца, а где-то после 3-го числа, если вы сделаете правильный выбор, ситуация разрешается. У вас как-то возрождение идет. Давайте посмотрим следующая карта, что это высшие силы нам подсказывает, на середине месяца. Это карта звезда. Карта исполнения ваших желаний. Конечно, это не будет так быстро, как бы вам бы хотелось. Но здесь по восьмерке мечей, может быть это где-то через полгода, через 8 месяцев у вас будет исполнение той желания, о котором вы мечтаете. У вас разрешится какая-то ситуация, и будет исполнение. Самое главное для вас, это предстоит в начале месяца, где-то 3-го до 5-го числа, 5-го, 7-го, придется этот выбор сделать. Давайте посмотрим следующая карта. Карта повешенной. Самое главное, не даете себя в роль жертвы. Самое главное, не подвешивайте эту ситуацию сами. Вот как будто показывает, что из-за того, что вы не открываете глаза, не видите, как происходит ситуацию, не ставьте себе новые цели, вы уходите в середине месяца как жертва. Если вы понимаете, да, есть ситуация, которая не так легко решается, которая не так быстро, даже в отношении, в работе, но вы должны какие-то действия делать, если вы будете ожидать какое-то чудо, в будущем у вас исполнение каких-то, ну, желаний не будет. Потому что вы сами вот как бы себя подвешиваете в середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это девятка мечей. Осознание. Понимание, что все, что не делается, делается к лучшим. Если у вас в середине месяца будет вот это осознание, что вы должны все-таки решать какую-то ситуацию, должны даже, может быть, в отношении как-то друг друга поговорить и сделать какой-то выбор, да, между вами, решать какую-то вот, ну, проблему, то вы, да, будете как возрождаться, да, заново что-то начать. Но пока вы этого сами не решите, у вас проблема так и будет. Вот, может быть, вначале, да, если вы его не сделаете, этот выбор, может быть, на протяжении полгода вы будете находиться в роли жертвы, да, вот роли, то, что вам плохо, то, что вы страдаете, то, что вам как бы нелегко. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Женщина. Больше здесь показывается, я хочу сказать, мужчины это про вашу женщину, а женщины это вы сами. Вы находите на своих тронах, да, вы находите на своих местах, но почему-то у вас есть очень сильные страхи. Вам нужно все-таки как бы преодолевать вот эти страхи, дать себе возможности, да, понять, что в жизни решается какая-то ситуация, только вы сами. Вам может кто-то помочь, но пока вы сами не возьмете вот вашу ситуацию в руках, ничего не будет решаться, и не будет ничего исполняться. Мужчины, обращайте внимание, хочу сказать, те, которые в отношении на здоровье своих женщин, да, здесь как-то может быть какие-то проблемы. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Четверка жезлов. Требуется от вас больше под конец месяца, да, гармонизация, да, доверительная, да, какие-то вот даже самих собой, да, сам собой наедине быть в гармонизации, да, доверять себе каких-то вот то, что вы уверены, какой выбор сделаете, вы уверены, в какой месте находите, вы уверены, в каких отношениях находитесь. Здесь все зависит только от ваших, да, каких-то внутренних состояний. Давайте возьмем карта совета, что вам высшие силы советуют для вас на протяжении всего месяца. Туз Пентакли. Новый шанс, новые возможности, ваша изобилие, ваша стабильность. Но смотрите, для некоторых это может касаться, что повторение, да, возрождение каких-то ситуаций именно с документом. И у вас эта ситуация повторяется. Самое главное, не расстраиваться, да, и сделать правильное решение. Может быть, обращаться кому-то за помощь, да, советоваться с кем-то, или поставить себе какие-то новые цели для того, чтобы ваша ситуация решила. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.